Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть за нашу республику Кирия, если вы еще вдруг не подписанным взглядом подписывайтесь, а у нас же здесь повоставали диссиденты, но мы с ними разберемся, и черт, гиппогрифы опять отправили им танки, не сидится им на месте, блять, ну ладно, мы тогда, придется нам отправить побольше войск сюда, так что поехали, у нас выбор, что делает у нас бюро, ремонт, либо производство, конечно, производство намного сильнее, Ужасающие тактики, и они учатся, смотрите-ка, восстание нериков, а у них пока типа, а, они типа бафы себе набивают, да, потихоньку, я так понимаю, но ничего, нам нужно просто их побыстрее задушить, я думаю, мы справимся с ними достаточно быстро Вторая волна, вот сет, к этому я готов не был Абсолютно Давайте Что я могу сделать с этим Давайте Эту армию Зазначим сюда Причем срочно А эти ребята, которые Сейчас свободны, они все отправляются сюда, так вот этих надо Вообще не выделить, и нормально будет И Солнце всегда будет сиять И Самое грустное, что ничего из этого не должно было происходить Время цитиневые кишни Мы вернемся, что? Я не очень понял, про что они, но в любом случае Благоухание мы подавили Минус одна проблема Да Теперь разбираемся с непокорностью, но по ощущению мы их просто раздавим Потому что не думаю, что они смогут как-то успеть посопротивляться тут И да, фокусы эти пропускались, но мне даже не пришлось их делать Возможно, мне единственное, придется еще постанцев немножко подавить И да, наши войска прибывают, и сразу же мы переходим в наступление, даже не обороняясь Особенно без двух фронтов, вообще нам абсолютно легко воевать здесь Здесь мы все подобиваем от этой дивизии, чтобы ничего не осталось И здесь с ними тоже расправимся И мы можем затопить Но нет, я не хочу делать затопление Мы разберемся и так Я думаю, мы справимся без таких радикальных вещей И я тут не ставил все советников, потому что у меня был слух, что если их ставить, то это что-то меняет А нет Можно спокойно их ставить Ну и что? Южная непокорность Что с лицом? Зеленый-то какой-то подзеленел Давайте разберемся с ними Да, без особых проблем И третья волна С очень тоже неудобной стороны Но что поделать? У нас не то чтобы есть выборы В прямом переносном смысле Поэтому просто бежим А какая-нибудь дивизия здесь разбирается И кто-то сбежал к нерикам 5% Сбегут Чертовы предатели Но это им не поможет Так, за наше королевство и за республику Точнее, как бы за наше государство технически И смотрите, что мы можем сделать Можем устроить постройку Да Звучит неплохо Звучит неплохо Да, я видел, что у нас немножко людей пошло строиться Но они обязательно вернутся А мы же начинаем наступление И западная непокорность Будет нами покорена Это будет их последний бой И да, у них хорошие бафы Но Этого не хватит Мы закачиваем в шестую кампанию И у нас Научная база становится Намного-намного приятней Делаем Седьмую предпоследнюю И я вижу здесь современную научную базу Да, мы сделаем это Но я не уверен, что это нам прям нужно На самом деле Да, это Ни в какую категорию не подходит Но это нам надо Обязательно И потом было бы неплохо На самом деле Вот это сделать Чтобы национализировать Но Мы пойдем По самому важному Современная научная база И мы Практически победим Все Последняя провинция И Непокорность Была нами успешно покорена Прелесть Теперь Ничто не угрожает Нашему режиму И последний Огонь Потух Я знаю Он там рассказывает Историю солдата Но В любом случае Самые Большие Огни В один момент Потухают Потому что У них не хватает топлива Но Наше топливо Теперь Никогда не закончится Начинаем Седьмую Нашу кампанию Теперь Что для восьмой нужно Просто чтобы Седьмая Была успешно И прекрасно Огонь в наших сердцах Великая Кормча У нас будет Тир Райзинсон Дали нам вот такие вот дивидии Но по факту Нам просто дали Если честно Грудовики И немножко снаряжения У нас говорят Что У нас в туннеле Кто-то там Шафтеры наши Перестали работать Забастовки пошли Наша первая жрита Сказала Что Ситуация Плохая Надо резко-резко Все менять Она была зла И у нас Либо с ними разобраться Либо договориться Ну Мы с ними разберемся Договорившись По-своему Ведьмая Компания Готова И остается Лишь начать Последнюю Все киринская революция И Армия Республики То есть Мы В принципе Почти что уже И закончили Если честно Я так хочу Наверное Уже интегрировать Эти территории Поэтому давайте Сделаем вот этот фокус А потом уже пойдем И По-стальным У нас еще Техи Какие-то даются В общем Это все прикольно Но Начинаем Компанию Сразу Потому что Нам сделать Нужно всего Три фокуса Мы уже готовы Смотрите Какая-то Супер Прикольная Дивизия Потому что Посмотрите На вот это Три Пака Храбрецов Так Нельзя Делать Обычно А они Сделали Что значит Что эти дивизии С укреплениями Будут творить Просто Ну Что-то невозможное Я так понимаю Да Плюс 70 Атака по фортам Да Это жестко И я могу Таких сделать Больше Технически Особый шаблон Такой И Да Наверное Я таких Поделаю Если говоря Получим Казабели Против Стран Некоторых В основном Что меня интересует Это вот эта Страна Потом Сразу Сюда Нашу армию Казарство Для всех Керинцев Я так понимаю Здесь тоже Керинцы Какие-то Немножко Другие Но Мы Поможем Понять Что Им Всем Лучше С нами Будет Смысла Или Нет Смысла Сопротивляться Нет Она Победила И у нас Появляется Новый Фокус Ну как Появляется Фокус У нас Открывается Этот Фокус Урок Которые Никогда Не забудут Что Было После Огня Ароматный Проход Теряет Синя В общем Это мы Уничтожили Гурт Я так понимаю Ой Говорят Теперь туда Заселяют Ветеранов Одноразовый Платеж И Их Отправляют В эти Дома В общем Как видите Ничего плохого Старые оттуда Жители Выехали Новые Заехали О У нас Открываются Новые Такие Скрытые Фокусы Ячейки Исследования И современное Общество Наконец Наследник Революции Наша Вот Первая Разница В общем-то Просто Поглощает Революцию Нашу Зачет Странно Но посмотрим Что нам Там Расскажут А мы Пока Что Уже С четырьмя Ячейками И супер Быстрыми Темпами Исследования Которые Мы Дальше Бафаем Догоняем Мир По технологиям И Конечно Что же Так Как У нас Обще Все Нет Наша Армия Все Чувствует Отлично Прекрасно Единственное У нас Их Немножко Маловато Было Солдат Мы Это Сейчас Поменяем Добавим Сюда Еще Одну Армию Вот Эту И Здесь Нигде Нету Железный Дорог Что Утратительно И Не Особо Как-то Можем Это Поменять Нужно Будет Их Строить Но Пока Мы Набираемся По речкам И Как Будто Типа Окей А мы Давайте Копаем Вот Сюда Верховный Матриар Всех Собственно Говоря Киринов Плюс Атака Плюс Еще Некоторые Бафы Неплохо Тут Кто-то Потерял Свою Жену От Неслось Столько Пепел Видимо Судя По Всему От Артиллерии А Нет Это У Него Были Шрамы От Артиллерии И Мы Сделаем Утопию Да Здесь Происходит Что-то Странное Какие Секреты Матриарха Да Давайте Какое-то Есть Божественное Создание Какой-то Старый Видимо Матриарх Еще Ты Получаешь То Что Заслуживает Ну В общем Это Естественная Цитата В английском И Я Не Монстр Я Только Реалист Кажется Что Нас В тюрьмах Плохо Ну Блин Попробую Проверь Сам Можете Понравиться Вторая Стария Смотрите К изучению Секретов Начинаем Сразу Третью В общем Каким-то Образом В этом Матриарх Достиг Очень Большой Силы Около Божественной И мы Пытаемся Понять Как это Произошло И как Это Повторить Еще Мы Начинаем Наступление На Вот Этих Вот Ребят Собственно Внутри Мы Все Порешали Нужно Спасать Киринов Всей Нашей Планеты Ну Вообще Материка По крайней Мере Смотрите Новая Империя Райзена Расгорающаяся Пламя Новая Партия Это так Было Превосходство Ааа Ха Ха И нет Там Говорят Что Эмбер Нет Эмбер Это Вот Нашего Генерала 10 7 8 5 8 Скилла Убираю Спас Видимо Она Да Она Отказалась Преклоняться Хех Ну Что Поделаешь Что Поделаешь Действительно Ничего Итак Начинаем Какие-то Действия Делать По Созданию Бога Ладно Всего лишь Деление Силами Нашей Правительницы Слушайте Лорд На скромном Все так И получилось Действительно Так Генерал Была То лучше У нас И действительно Она была Важной Для победы Так что Я С ивентиками Согласен Хоть Они Обычно Такие Около Рандомные И Иногда Ты можешь Просто Не Генерал Даже Репорт Мы Здесь Зажимаем Они Не Успевают Даже Ренфорти Вовремя И Эта Армия Будет Да Полностью Разбита А Вот Это Роуз У нас Получила 10 Я надеюсь Мы ее Не потеряем 10 А так Я сейчас Получила На четвертом Левеле Понимаю Может Вот это Как-то С этим Связано Четвертый Репорт У нас У нас Есть Все Чтобы Осуществить Све Мечту Ну Говорят Что У нас В школе Собственно Говоря Райзен Слан Присягу Приносят И Сразу Учатся Воевать Ну А что Не так И мы Забрали Семь Милитархию Прекрасно Еще Можем Забрать Вот этих Ребят Конечно Отправляемся Туда Забрасывая Смертность Мы Не прекращали Изучать Это Все Вообще То Мы Будем Всяких Пленников Диссидентов Предателей Использовать Чтобы Достичь А мы Поготовим Казаться Более Брату Других Стран И Субъективная Справедливость Ну Да Если Кто-то Хочет Вмешаться В Наше Божественное Суждение То Их Недает Накажен Конечно В общем Она в Криках Она умирает Но Рождается Нечто Новое Матриар Узерпаторша И В общем Мы Получили Силу Говорят Либо Вы К нам Заново Обновляете Лояльность То есть Подтверждаете Свою Клятку Либо Вы Становитесь Лишь Искрой В нашем Огне И Все Единогласно Соглашаются Очевидно Искринская Революция Свержила Полный Круг Победитель Дракона Да Козы Говорят Скайфол Еще Согласился С нами Драговать Как Говорится Диктатура Диктатуры Но Деньги Это Другой Вопрос И Начинаем Всяких Здесь Ребята Захватывать И Будем Их Интегрировать Наша Армия Может Быть Не Супер Невероят Она Сильная Просто Но По сравнению С нашей Просто Сильной Армией Их Слабая Армия Просто Ничтожна Мы Смогли Разогнать Наши Технологии Смогли Восстановиться Индустриализироваться И Сделать Действительно Качественную Армию Наступает Новая Эпоха Царства Киринов Пабрики Тоже Делаются Просто Как Пирожки Дивизии Мы Потихонечку Уклипаем Воензодов Пока Не так Много Но Есть Дальше Зебры И Зебры Конечно Не Могут Устоять Против Нашей Качественной Армии Хотя У них Кстати Говоря Есть Всякие Техи Общества Но Они Просто Уже Слишком Слабы И Мы Покорили И Видимо Пора Заниматься Зонго И У нас Еще Началась Засуха Но У нас Спринг Говорит Что Еще Одна Проблема Нас Не Сломает Мы И Так Уже На Получали Проблем Ну В общем То В принципе Голод Нас Если Быть Точнее И Зонго Капитулировала И Следующая Страна Также Покоряется Царство Киринов Тоже Сопротивление Минимальное И Капитуляция Не Заставила Себя Ждать И Финальный Удар Последняя Здесь Короля Состоит Кроме Него Здесь Никого Не Осталось По Крайней Мере По Нашим Фокусам Решения Мы Всему Ну И Мы Конечно Тоже Просто Сносим Тут Присылают Танки Смотрите Ко Нас Остановить Но Они Нас Мало Останавливают На самом деле Ну И Что На Этом Я Полагаю Наступает Мир В нашем Царстве Киринов Потому Что У нас Буквально Не Осталось Ничего Ни Решений Ни Фокусов Такая Вот История Нашего Царства Наконец У нас Наступает Мир Но Надолго Ли Не Известно Так Что С вами Был Дуб Гай Обязательно Подписывайтесь Если Вы Не Подписаны Лайки Комментарии Твич Все Как Обычно И До Скорых Встреч Всем Пока